Досуг Каждый ребенок нашел занятия по душе. Плели браслеты из бисера, изучали ментальную арифметику. Кто-то из ребят пробовал себя на сцене и обучался вокалу. А некоторые, причем даже девочки, познавали секреты каратэ. Мы ставим пальцы вот сюда. Не сюда. Так слабо. Вот сюда. Видите, где пальцы? Похоже на лапу тигра. Ирина с сыном пришли в парк прогуляться. В итоге совместили приятное с полезным в раболатории. Это сеть кружков, где дети своими руками создают роботов, а также учатся программированию и 3D-моделированию. Такое увлечение открывает ребятам большие перспективы в выборе будущей профессии. Для нас это новая тема. Мы разбираем все из лего, а вот с роботами мы еще пока не связывались. Пока Матвей изучал робототехнику, Макар примерил на себя роль ведущего детских новостей. Справился с этой задачей всего за пару дублей. Я читал новость, как мужчина отправил по почте 40-тонный дом. Желающих поработать на камеру оказалось немало. Такие мастер-классы помогают ребятам раскрепоститься, а также раскрывают их творческий потенциал. Сначала были детские позитивные новости, где дети все сами придумывали, но потом мы решили, что мы будем брать интересные факты и дети будут их озвучивать. В этой студии дети смогут пополнить свой словарный запас, раскрепоститься в общении со своими сверстниками и самое главное получить опыт в какой-то другой сфере, отличной, скажем, от общеобразовательной школы. Самых маленьких увлек кружок лепки из соленого теста, где они смогли проявить свою кулинарную фантазию. В ход шло все, что попадалось под руку – бисер, макароны, разные крупы и другие мелочи. Дети ушли домой с шедеврами собственного приготовления. Мастер-класс по изготовлению овощных букетов развивает у детей нестандартное мышление. Букет из овощей может стать оригинальным подарком для учителя на 1 сентября, а еще его можно применить по назначению, ведь он вкусный и полезный. Я его съем. В мастер-классах приняли участие дети от трех лет и старше. Получился настоящий фестиваль детского хобби. Проводили его впервые. Директор парка заверил, что теперь праздник станет традицией. В следующем году фестиваля хватит еще больше направлений детского творчества. Ориентироваться будут исключительно на пожелания посетителей парка. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».